Тверь и Москва Тверь и Москва. Два исконно русских города, без которых Россия попросту невозможна. История одного из них неразрывно связана с историей другого. Друг без друга они вряд ли могли существовать, вряд ли достигли своего сегодняшнего положения. Эти два города возникли практически одновременно, в те незапамятные времена, когда русского государства еще не существовало. Сначала это были всего лишь речные поселения. Одно возникло там, где в Москва-реку впадала речка Неглинка, другое – на берегу Волги, в устье реки Тверцы. Москва стала центром московского княжества, а Тверь – Тверского. На протяжении нескольких веков эти два города спорили за право называться столицей русского государства. Не раз в ту далекую пору тверские рати до основания сжигали Москву, а московское войско дотла разоряла Тверь. Однако в 1480 году тверские полки встали рядом с московскими, не пустив татарские орды дальше рубежа реки Угры. Так было покончено с татаро-монгольским игом, которое принесло столько бед и тому, и другому городу. Судьба распорядилась так, что Москва в конце концов стала столицей русской земли. Тверь отошла в тень. Однако связи между этими городами не ослабли. И сегодня Твери и Москва поддерживают самые тесные отношения. На протяжении многих лет главная улица Твери называлась Большой Московской, а самая главная улица Москвы и сегодня называется Тверской. С этой улицей связаны имена многих интереснейших людей, так или иначе имеющих отношение к Тверскому краю. Здесь жили писатели Александр Фадеев и Вячеслав Шишков, маршал бронетанковых сил Ротмистров и архитектор Власов. Именно он является автором проекта спортивного комплекса «Лужники». Народная артистка СССР Татьяна Устинова и министр культуры Екатерина Фурцева. Все они родились на Тверской земле. Здесь работали писатель Борис Полевой, поэт Андрей Дементьев, народный артист России Спартак Мишулин, главный историк Москвы Иван Забелин. Они также имеют самое непосредственное отношение к Тверскому краю. Главная улица Москвы выводит нас к Кремлю, где находится резиденция президента России Владимира Путина. И он также имеет Тверские корни. По главной улице Москвы Тверской мы с вами и отправимся в путешествие в нашем уникальном проекте телеканала «Твериград» и студии «Акценты». Пройдем от Белорусского вокзала до Кремля. Увидим места, памятные и москвичам, и жителям Тверского края. Места, которые соединяют Тверь с Москвой.